Ииии всем привет, с вами Олег Корнеев. Знаете чем отличаются мои летсплеи от летсплеи других летсплейщиков и обзорщиков? Тем, что я запускаю игру сразу, не заходя в неё ни разу. Это был рэп. Вот. То есть я её скачиваю, устанавливаю, сразу же нажимаю play, запуская bandicam и начинаю играть. Я не знаю, что это за игра. Green Project, зелёный проект какой-то. Видимо, это про то, что где-то что-то взорвалось, и мы должны, типа, беречь природу после этого. Здесь есть на выбор у нас, как видим, English, French, Espanol, Russisch, ну, португальский, бразильский, турецкий, немецкий, китайский. Это что? Чешский, наверное? И это, ну, типа, Индия, что ли? Я не знаю. Ну-ка, давайте посмотрим, как это будет. Ого, это не Индия, наверное. Это, может быть, Казахстан. Шутка. Окей, нажимаем новая игра. Что у нас? Зона Games Present. Как видим, маленький кораблик отправляется с земли нахрен, потому что вся земля покрылась каким-то песком. Либо она поехала искать новые просторы для того, чтобы жить там. Так, о, по-русски. Космодавт, забытый товарищами в космосе, к счастью, жизнь ему сохранила. Креагенная камера, запечатлевшая его во сне на долгие 300 лет, мать его. Автономная система с искусственным интеллектом в конечном итоге обеспечивает его возвращение на родину. Земля после потальной пандемии грибка, погубившей всё человечество. Спасибо, Розанто. Он землянин. Он дома. И он живёт. Или нет. Вооружённый портфель с протоколами от ЮЭЛЛЛА. Производство ВАЗа. И познаниями юного натуралиста в 80-х. Это история Земли-матушки. Будем считать, что я всё успел. Земли-матушки. Это что, русский какой-то разработчик? Отлично. Начинаем. Я чуть не умер. Я не знаю, в каком регионе мира я приземлился, но здесь тепло. Компьютер ошибался насчёт планеты или как. У нас здесь есть на выбор кнопочки. Один, два, три. Отлично. Это Земля, да. Убирайтесь, написано. Жизнь висит на волоске. О, джинсы и другие вещи, которые больше ему не понадобятся. И в бонус безжизненное органическое вещество. Ну, отлично. Мне как раз нужны джинсы, ножик и... Что? Что это такое? Я всё подобрал. Как я могу это надеть? Скорее всего, это всё здесь лежит. Да, отлично. Я прям... Это делается, наверное, так, да? Окей. И теперь джинсы сюда перейдем. А как джинсы одеть? Стрелочкой? Как? Похоже, что первые образцы были сделаны из ткани для палаток. Не найдётся спасу внутри. Не хватит места. Не найдётся спать. Что? Не найдётся спать внутри. Не хватит места. Что это значит? Я не понимаю. Нож. Нож мы в руку. Нож. Почему это как-то работает? Очень интересно. И что? Я типа одел джинсы... А, вот я всё одел седу. Отлично. Настройки здесь у нас работают. Что у нас ещё здесь есть? Тимьян. Отпотребляемое вещество. Тимьян очищает и выводит токсины. Но это не точно. Это в игре только. Органические отходы. Отходы. Разложившаяся древесина и другие растительные отходы для компостера. Отлично. Отлично. Тут у нас больше ничего нет. Инвентаря никакого. Закрываем. Смотрим, что у нас здесь. Деревья. Дикие животные. Животная ферма. Одну секунду. Да, я тут. Я закрыл дверь, потому что там батя включил очень громко Соловьёва или ещё прочую херню. Так, отлично. Нажимаем здесь. Так, время у нас 8 минут. Как мы в игре, что ли? Или это не игровое время? Кстати, прикольная игра. Она не тормозит абсолютно. У меня слабый комп, но я думал, у меня будет тормозить очень сильно, если F1, F3, F4. А, понятно. В эти ячейки мы можем ложить что угодно. Здесь мы видим состояние здоровья 70, воды 64. Куда я пошёл? Пурпурные, вонючие, на вид опасные. Я не могу исследовать земли за пределами этих ядовитых пузырей. Интересно. Интересно. Если я посажу деревья рядом с ними, это заставит их исчезнуть? Действительно. Интересно. Давайте тогда попробуем тимьян посадить, да? Куда его мы можем? Вот так вот сделаем. Окей. Нажмём F1. И что? И ничего. И ничего. Абсолютно ничего. Пройти через эти пупырышки... А, вот... Оу, нет! Кажется, я слишком далеко зашёл. А точнее, я зашёл абсолютно не туда. Ну, в общем, игра... Игра прикольная, мне кажется, если в неё прям поиграть, понять, что в ней делать. Прикольно, прикольно. Мне понравилось. Вот. Поэтому, если вы захотите в неё поиграть, обязательно заходите на сайт smallgames.net. Это не реклама. Хотя сейчас это реклама. Я же сказал название сайта. Это был Product Placement, скрытая реклама. Отлично. В общем, подписывайся, ставь лайк, обязательно жми на этот грёбаный колокольчик. Красную кнопку обязательно сделай серой. Сейчас я буду записывать летсплей очень часто и смотреть на статистику своего канала. Ведь когда-то, ещё в далёких 2000 каких-то годах, я записывал летсплей, и они набирали нормально просмотров. Но потом я это забросил. А сейчас я опять начал это делать. Вот, посмотри все мои старые ролики. Обязательно подпишись, оставляй комментарий. С вами был Олег Корнеев. Всем пока!